девочки всем привет я сто лет не записывала и не проводила никакие эфиры вас соответственно сейчас может быть вообще не быть может быть очень ограниченное количество снимаю вот так вот чисто сама так скажем с подручными средствами и сегодня я хочу записать видео просили девочки из наших из нашего чата зефиринки записать что такое положение руки и соответственно что это вообще такое что такое на час дня на 2 на пол 2 на 3 и так далее смотрите а массу я сегодня уже готовила она уже у меня готова сейчас я ее буду заливать мы сегодня только с вами отработаем вот эти вот понятия сейчас я залью масло то нам сегодня делала сироп на на слоге плюс пюре сейчас заливаю ее а потом уже покажу вам что мы будем делать дальше я тут если что заливаем массу вернее сироп в массу достаточно так скажем уверенно но при этом даем немножко подвзбиться миксер старвинк вы все знаете я работаю в основном на него у меня просто видно было немножко за свет потому что снимаю вот так скажем сразу в полевых условиях как говорится девчонки плюс я вам покажу что абсолютно эту же массу я заливаю молды как подготовить молды расскажу как это делаю я во всяком случае рецепт на соки я давала в нашем чате кому интересно под видео я тоже оставлю здесь у меня полуторная порция на 100 грамм белка я делала я сегодня если честно не жду вообще в принципе но спасибо тем кто присоединяется девчонки старай буду стараться сейчас делать как можно чаще эфира разбирать ошибки и сегодня мы пионы сделаем вот так скажем новых способом как я их сейчас делаю как в принципе много интересует спрашиваю девчонок все всю массу я отправила все говорю весь сироп я отправила вопросы если есть задавайте но чуть попозже когда вставка собьется у нас масса работать сегодня будем всего двумя насадками первая это 122 и вторая насадка 874 вот так они у меня вот так 874 поджата вот так поджата у меня 122 насадка сироп у меня на яблочно персиковом соке с мякотью дальше пюрешка у меня сады придонье вот такая вот смотрите их большое количество разных всяких очень удобная штука они уже порционные по 125 грамм идут Меня, девочки, слышно вообще? Ну, сейчас понятно, что масса взбивается. Она, кстати, практически готова. Пойду пока лопату приготовлю. Смотрите, хорошо взбилась масса до вот таких вот пещерок. Все, она готова. Я ее отключаю. Работать будем с термошапкой. Девочки, сейчас так гораздо лучше. Надеюсь, меня слышно. Слышно меня, скажите, пожалуйста. Так, почитаю, что вы тут написала. Все, хорошо, отлично. Смотрите, вот я взбила массу нашу. Она вот так вот держится, видите, да? Рецепт я кину под видео. Как бы сегодня мы не останавливаемся на зефире, потому что нет у меня такой технической возможности, поэтому это мы будем делать чуть попозже. Возобновлю, когда все-все настрою. У меня будет оператор, и мы, соответственно, запишем вот этот рецепт на соки. Значит, смотрите, ставлю в термошапку. Термошапка у меня стоит на максимуме, на девятке, или следующий режим это хая. Вот такая у меня термошапка. Новая. Предыдущая, ну, точно такого же бренда. Все. Проработала у меня почти полтора года. Я считаю, это за 800 рублей более чем удачно, так скажем, она у меня отработала. Дальше. Смотрите, я приготовила уже молды. Последнее время у меня, так как сейчас не очень много свободного времени, а заказы есть, и приходится это как-то совмещать, я для себя открыла эту удивительную штуку, как молд. Но я не сторонница делать в них цветы какие-то, еще что-то. Чисто вот для мелочи. Использую чисто для мелочи. Масса у меня точно такая же, как из которой я делаю зефирные цветы. Не слушайте, когда там отдельно что-то и так далее. Нужно большое количество агара. Все то же самое. Вот на 100 грамм белка у меня здесь получается 12 грамм агара. 104 грамма белка, если быть точнее. Агар я беру, сейчас скажу вам. Последний раз мне девочки посоветовали из группы Фанси. Неплохой агар. Единственное, что мне здесь не очень понравилось, это что есть небольшой привкус. Такой прям совсем минимальный. Но я его чувствую, в принципе, в готовой зефире. Он практически не чувствуется. Дальше. Если вы заказываете молды, их нужно хорошо разрезать. Разрезаем прям практически до самого дна. Вот на такие маленькие я делаю два разреза. Ну, в принципе, у меня везде два разреза. И для начала берите несложные молды. Если интересно по поводу молдов, какими я пользуюсь, я в наш чат зефиринки скидывала. Также здесь, если что, потом после видео скину ссылочки. Что мы делаем? Мы просто кладем зефирную массу. Обязательно ее собираем в центр. Кладем ее в наш мешок в небольшом количестве. В небольшом, девочки. Вот буквально столько. Дальше. Массу я прикрываю, чтобы она лишний раз не остывала сверху. Дальше отрезаю вот буквально несколько миллиметров. Вот смотрите сколько. Вот так. Видите, да? Вот буквально столечко. И заливаю наши молды. Это у меня молд лаванда. Здесь три таких небольших идет веточки. Ну как, соцветия. Вот, я залила та же самая масса. Хорошо. Простучала об стол. И поставила. Дальше. Это, по-моему, морозник. Если мне память не изменяет. Очень мне нравится этот молд. По виду похож на шарик в обсыпке. Вот в рисовой такой. Точно так же хорошо обстучала. Здесь у меня, по-моему, бутон пиона или тюльпана. Если честно, не помню. Но такой он смотрится очень симпатично. Поэтому тоже заливаю. Все тоже самое. Абсолютно масса. Опять обстукиваю. Собакин Нэнси нельзя. Это собаки. Извините, девочки. Дальше. Потом у меня какой-то бутон. Состоит из таких трех соцветий. Очень такая неплохая. Тоже симпатично смотрится. Все белой массы. Мы потом, что надо, нам подкрасим. И веточка. Не помню. То ли эвкалипта. То ли. Ну вот какой-то так. Очень сложный молд. Молд сложный. Лучше новичкам его не брать. Но смотрится симпатично. В букетах. Веточка достаточно высокая. Можно посадить на шпажку. И в принципе, вообще, вот на этом все. То есть я дальше начинаю отсаживать свои основания. Это у меня будут пионы. Основание я вам сейчас покажу, какого размера я отсаживаю. Можно чуть побольше сделать. Сейчас будет отверстие, что я в принципе и сделаю. Для того, чтобы быстрее это все отсадить. Перемешиваем каждый раз нашу массу. Чтобы вот эта верхняя часть, которая прихватилась, у нас ушла вовнутрь. И с боков не соскребайте, девчонки. Не надо. Вот то, что у вас уже на боках прилипло. Пусть оно и будет на боках. Массу покрасить надо. Если мы делаем какие-то яркие цвета. У меня в моем случае будут красные яркие пионы. Массу я крашу обязательно. Опять наложила массы в мешок. Сейчас я сделаю чуть побольше отверстия. Где-то на выходе один сантиметр. Вот видите, да, сделала его побольше. Вот это, если вам видите, что начинают дефил эти цветы разных размеров. Разных. Не забывайте про мелочевку. Про бутончики. Потому что в природе нет цветов прям идентично одинаковых. И в букете, когда вы будете собирать, когда у вас цветы разного диаметра, размера. Вы, соответственно, легче сможете их поставить ближе к друг дружке. Ой, нас 10 человек. Прям супер. Я очень рада, что все-таки кто-то допришел. Молодцы. Спасибо, девчонки. Вопросы можете задавать. Кому надо. И я сейчас вот вам покажу, что я отсадила. Какого размера. И что у меня получилось. На данный момент 5 больших пионов. И там у меня мелочевка. Вот, смотрите, я делаю вот такое основание. Вот оно. Вот, чтобы вы понимали, диаметр где-то здесь 5 сантиметров. Вот оно. Вот такой высоты. Тоже где-то 5 сантиметров. Можно чуть меньше, чуть больше. Дальше мы его можем потом нарастить. Этот пиончик. Берем 122-ю насадку. Вставляем в наш мешок. До этого не забываем подкрасить массу. Я буду красить бордовым цветом. От фирмы Топ Декор. Не очень люблю эту фирму. Но в последнее время они в моих глазах, как скажем, подросли. Потому что стали вводить очень большое количество цветовых решений. Появились у них новые оттенки, красивые. Мне это очень у них понравилось. Стало нравиться. Вот. Поэтому, в принципе, для каких-то цветов я беру. Потому что расход, когда, например, нужно большой для той же зелени. Цвет черный можно брать спокойно от Топ Декор. Для тортов, например, для тех же самых. Я беру Топ Декор в основном, потому что цвет черного нужно достаточно много. Но есть хитрость. Всегда добавляем коричневый, либо краситель, либо какао в тот же крем. Да и в ту же зефирную массу. Тогда черный кладется, ложится и становится более глубже. Плюс я всегда добавляю фиолетовый цвет. Так, массу я подкрасила. Сейчас, на данный момент, она у меня вот такого оттенка. Видите, как, да? Держится хорошо, все достаточно, ничего не падает. Хотя находится в термошапке. И, как вы видите, уже время прошло. Если есть, ну так скажем, по пути нашего следования, какие-то у вас вопросы, обязательно задавайте. Массы, опять же, кладем в мешок немного. Вот так закручиваем на пальчик. Вот так вот делаем себе, чтобы создавать лишнее давление в мешке, которое вам будет помогать. Особенно новички, не берите сразу много массы. Не берите ее, вам будет тяжело. Гвоздик у меня есть вот такой. Отсаживаю всегда, не забывайте. Прилепляем. Уже зефир схватился. Посмотрите, кто спрашивает. Он не оставляет уже никаких следов. Я ни зефирную массу не припыляю, ничем. Не вижу в этом смысла никакого. Дальше. Теперь мы делаем. Вот наша насадка. Вот она. Она смотрит строго вниз. И мы начинаем отсаживать лепестки по типу нашей хризантемы. Сейчас тут немножко подзефирился в мешке. Но это, в принципе, закроется все. И вот таким вот образом мы отсаживаем нашу серединку. 122 насадка. Работаем, в принципе, практически как хризантемой. Вот здесь очень важный момент. Наращиваем. Вы видите, что вас не хватает по толщине вашей. Не хватает вам основания. Нарастили. Дальше. Отсаживаем. Все в таком же точно. Не бойтесь, если они у вас получаются не шибко красивые. Вы там, как многие из нас перфекционисты, да, видите, что ой, что-то не то, некрасивое и так далее. Поверьте. Вы, когда сейчас делаете внешние лепестки, мы их будем делать 874 насадкой, плюс вы их опылите, плюс вы их поставите в букет, будет смотреться все совершенно по-другому. Поэтому даже не запаривайтесь изначально над этим. Все мы, конечно, хотим, чтобы в букетах выглядела прям эстетика-преэстетика, но изначально, вот когда мы пока сделали только вот такие вот несколько штрихов, еще судить очень сложно. Если вам здесь нравятся более острые кончики, вы можете их вот так вот вытягивать, пожалуйста. Но это надо делать сразу, потому что зефир хватается, схватывается моментально. У меня очень жарко, я пеку на свадебный торт, поэтому духовка сегодня работала очень много. У меня все схватывается достаточно быстро. Вот так выглядит. Сейчас он схватится, я вам покажу серединку. На этом этапе пока ничего не припыляем, ничего не делаем. Мы будем припылять. Вот сейчас я сделаю еще, например, один-два цветочка, и можно будет уже их сразу припылить. Припыляем для яркости цвета сразу же. Не ждем, когда ваши цветы постоят 5-10 минут и так далее. Краска, краситель будет ложиться неравномерно, и краситель, соответственно, будет ложиться с проплешинами. Если вы видели, у некоторых девочек даже в нашем чате есть такое, как знаете, кончики беленькие. Во-первых, это не на окрашенную массу, да, наносится распылитель. Плюс, соответственно, это уже делано после того, как произошла минимальная стабилизация зефира. А вот, ну, я вам показала, он происходит очень быстро. Вот на этом этапе мы что сейчас можем с вами сделать? Мы можем начать вытаскивать наши молды. Я для этого просто хорошо, вот как бы с одной стороны, видите, он прям отходит очень легко. Не смазан ничем, ни маслом, я не смазываю. Ни какими-то там приспособлениями, никуда не вставлю в морозилку. То есть, пока мы с вами работаем, у нас идет вот подготовка наших этих молдов. Вот у нас получился молд. Я его сразу припылю. Припылять буду новый, купила персиковый цвет от Фанси. Сейчас попробуем как раз его с вами. Мне по замыслу подходит этот цвет. Припыляем на расстоянии, на каком-то. То есть, не надо делать это вот так, и не надо сыпать сверху. Нажимаем на верхнюю часть бутылочки. На верхнюю. Для создания окраса. И припыляю вот здесь вот некоторые места зеленым от также Фанси. Но я его разбавила немножко, потому что он мне показался слишком активный. Я сюда добавила красного красителя. Красный всегда чуть-чуть приглушает зеленый цвет. Поэтому рекомендую многим использовать для листвы. Вот так у нас получилось. Для листвы именно красный плюс зеленый. Многие почему-то этого не делают. И со стороны ваша такая листва смотрится ядовито зеленая, что не очень красиво. Вот я сделала с вами один. Вот вытаскиваю при вас сразу следующий. Смотрите, все прекрасно отходит. Вот такой у нас цветочек получился. Этот у меня будет окрашен в красный цвет в тон нашего основного цвета пионов. Для глубины цвета вы всегда можете добавить какой-то еще дополнительный. Сиреневый, фиолетовый и так далее. Но понятно, что красного цвета уже ярко. Такого не будет. Больше уйдет в бордо. Вот смотрите, получился наш красный пиончик. Так, ну давайте дальше. Пока у меня тут масса будет хвататься потихоньку. Отсадим сейчас в серединке еще пару цветочков. И потом, соответственно, будем уже вытаскивать наши молды. То есть, видите, никаких специальных масс, никаких специальных, как сказать, приспособлений, ни увеличенного количества агара, ни масла, ни... Ну все, все, все обычно, что я делаю, как бы не в каждодневном своем производстве зефира. Вот он вышел у меня абсолютно, смотрите, чистый внутри. Хороший силикон, ничего не требует для себя, ну честно. Так, сразу наращу немножко основание и пошли отсаживать. То есть, мы сначала, у меня пионы будут без серединки, то есть, без травки. Можно сюда добавить серединку сначала, травку. Это как вам удобно и как вы хотите. То есть, так скажем, на ваше усмотрение и как вы себе это видите. У меня, как бы, заказали по букету, который уже был. Я, единственное, конечно, видоизменю немножко и добавлю туда вот мелких таких штрихов в виде этих, как его, господи, молдов. Вот, уже после этого, то есть, собирать, когда буду, добавлю, потому что я не люблю делать одинаковые абсолютно букеты. Всегда об этом предупреждаю своих заказчиков, что я не могу повторить собственные же произведенные букеты, потому что я не конвейер, это достаточно творческая, так скажем, творческий процесс. Поэтому, ну, не просит же композитора написать две одинаковые, там, я не знаю, пьески, правильно? Поэтому, соответственно, и я не вижу необходимости делать одинаковые букеты. Не забывайте, прежде всего, каждый букет это ваше портфолио. Поэтому нужно, чтобы оно все-таки было разнообразное. Когда одна цветовая гамма, я понимаю, многие там работают, например, девчонки, им нравится работать там в постельных тонах. Но вы должны понимать, что есть клиенты, которые любят яркие букеты. И, соответственно, очень тяжело перейти от вот этого яркого к постельному. Это у нас, как сказать, запрограммировано. И у меня, на самом деле, тоже такая была история. Я вот как ни пыталась, у меня такие более постельные букеты. Их, в принципе, не так много. Сложно сделать. Поэтому есть такое сочетание, когда ты даже делаешь яркий букет, но он получается достаточно нежным. И такое тоже бывает. Поэтому тренируемся. Все у вас получится. Сейчас я еще одну серединку отсажу. И потом мы с вами... Немножко сдавлю, потому что слишком много взяла. И потом мы с вами будем уже наши цветочки оформлять 874-й насадочкой. Ой. Прилепила, да не тут бумаженцию. Также сразу наращу себе немножко. Все это можно делать по пути. Ну, то есть, пока вы делаете цветочек. И сразу же делаем вот эту вот серединку нашу. Стоит у меня точно так же с шапкой на максималке. Я ничего не убавляю. До самого, в принципе, конца. Ну, то есть, пока я работаю... Ну, бывает очень и очень редко, когда я могу убавить, там поставить на семерку. Вы приспосабливаетесь к своей насадке, к своей термошапке. Вот смотрите, сейчас я держу строго, получается, нашу насадку, да, строго вверх тяну ее. Почему не рассказываю пока про часы, потому что их тут и нету. Когда мы тянем вот так, это у нас получается рука наша, и, в принципе, наша насадка идет вверх. Так, здесь, если представить циферблат, то здесь как раз-таки будет 12 дня. И вот мы ее тянем наверх. Носика тут и пятки нет, потому что она просто прижата у нас к нашему основанию. И то, и другое. Поэтому я пока на этом не останавливаюсь. А вот сейчас, когда перейдем к 874 насадочке, там как раз-таки это все вам покажу. Так, вот тоже сделала центр. Как я сказала, не будем делать одинаковые все цветы. Они у меня будут все разные. Сейчас додавлю вот сюда, хочу немножко добавить наших этих лепесточков внутренних. И потом уже будем работать с 874. Так, все на этом. Убираю и беру насадочку 874. Уже смотрим, сколько отрезать. Я вот так надавливаю, смотрите. Отрезаю по ней. Особенно 874 насадка, она достаточно коварная. Очень часто бывает выскакивает. Отрезайте прям, вот прям по самому кончику. Вот, видите, вот как я отрезала, прям вот тютюлька в тютюльку. Накладываем. Обязательно перед тем, как наложить массу в мешок, хорошо промешивайте. Вот я сначала, видите, вымешиваю хорошо. Ладно, давайте пусть пока постоит, достанем с вами еще молд. Это вот как раз три бутона. Вот они такие получились. Их я не буду, я хочу их сделать беленькими. Беленькими, ну я имею в виду серединки, или может быть кремовыми, сейчас посмотрим. И просто припыляю вот здесь вот внизу зеленым нашим цветом от Фанси. Вот так получилось. То есть вы видите, никаких сложностей работы с молдами нет от слова совсем. Это вот сложный молд. Я его точно тоже хорошо прям разрезала до самого конца. И его здесь тут прям в самом конце нужно вывернуть. Просто нужно приловчиться. Вот, смотрите, я вам сейчас покажу. Вот они, листики наши. Вот эти вот, то, что тут лишнее прицепилось. Это мы вот так убираем. И это у нас должно быть зеленым цветом. Но если я покрашу вот таким ядовито-зеленым, что у нас делают очень многие новички, это будет выглядеть не совсем красиво. Поэтому, как я уже и говорила, зеленый нейтрализуется сиреневым, фиолетовым, красным, бордовым, любым оттенком и цвет. Вот он сейчас, вот видите, вот такой ядовито-зеленый. Мне такой не подходит. Я его припыляю сразу же красным цветом. Особенно снизу, потому что обратная сторона лепестка дает, и листочка дают нам полутень. И наш зеленый уже начинает выглядеть ближе к коричневому. Посмотрите, как нейтрализовался вот этот цвет. Опять же, это вся та же самая масса. Ничего я в ней не меняю. То есть идет тот же самый у нас зефирная масса, сок плюс пюре. Пюре я клала целую упаковку, там 125 грамм. Вот эти вот сложные, маленькие, как их называют? Они, этот молд называется лаванда. Ну, не знаю, похоже на лаванду, не похоже. Кто-то говорит мускарики, кто-то еще как-то. В общем, как хотите, так и называйте. Вот они, смотрите, я их вытащила. Точно так же вывернула их аккуратно. И их я буду красить. Вот так здесь в кончик желтые. Тот же самый фанси. Я не работаю с китайцами, не люблю их красители. И припыляю кое-где в зеленый цвет. Потом я их насаживаю на лапшу китайскую прозрачную. Кто-то может сделать на этот, фунчозу. Ну, я почему предпочитаю просто лапшу китайскую, потому что она идет ровная в... Ну, то есть нет у нее вот этого вот извилистого рисунка, да, как у фунчозы. Поэтому тоже немножко припылю красным цветом для создания мне нужного оттенка и полутени. Так, есть. Можно сразу припылять красным, потом зеленым, желтым и так далее. Тут уже экспериментируйте. Что классно работать с распылителями, это то, что можно с ними экспериментировать. Массу, например, не всегда поэкспериментируешь, покрасишь, потому что элементарно жалко становится. Вот. Поэтому работать с полутонами. Я прям так покраснела, но у меня реально очень жарко. Плюс стою возле термошапки. Вот. Поэтому... Все. Вот. Мы все молоды с вами абсолютно все достали. Возвращаемся к нашему разговору. 874 насадку мы подготовили. Все. Кладу туда. Я уже, в принципе, в среднем знаю, сколько у меня выходит на один цветок. Поэтому с этим не запариваюсь. Вот. Кладу вот, чтобы мне было удобно. Вот. Где-то так. Всегда практически так, но за исключением роз, потому что розы можно сделать с одного мешка по две розочки. И приступаем к нашему цветочку. Что мы теперь делаем? Мы держим насадку с вами. И ведем ее снизу вверх. Вот так вот. Если у вас видите, что сильно загнулся лепесточек, можно его чуть поддуть на него. Дальше опять по дуге. Еще. За пионом, за одним лепестком можно сделать сразу второй лепесточек. Здесь у меня подзабился немножко носик. Сдавливаем. Ничего страшного, если ваш краешек получился чуть обрезанный, как у меня. Мы просто на это место кладем еще одну порцию лепесточка. И все прикрывается. Насадочка смотрит на 12 дня. То есть наверх. Наш носик смотрит, вот этот носик, на 12 дня. Вот мы работаем рукой и, соответственно, наклоняется наша насадка. Вот так это будет на час дня, вот так это на 2, вот так это на 3 дня. Ну, то есть поняли. Вот здесь циферблат, вот циферка 3. Все. Я закрываю сейчас наши лепесточки. Нашу серединочку. Если мне надо более раскрыть, значит, я поворачиваю еще мою насадку носик. И вот мой лепесточек, видите, отодвинулся еще. Вот он еще отодвинулся. Не забывайте протирать, если вам надо. И вот мы заканчиваем наш пиончик. Вот тут у меня, видимо, то, что я немножко сбросила, не хватило мне массы. Сейчас я, девочки, секундочку. Как я ставлю, чтобы не стягивать, беру такую детскую чашечку, чтобы моя крышка, да-да, не провалилась, ставлю на нее. Сейчас добавлю еще массы. Вот, вот что у меня случилось, смотрите. Все упало, все пропало. Опять же, не паникуем, что я делаю. Серединка у нас уже взялась. Я просто снимаю вот эту вот часть моего зефира, который у меня сейчас свалился, кидаю обратно в нашу дежу и еще раз прикрепляю все. Перемешиваю. Все бывает. На самом деле у меня цветы падают крайне редко, но сегодня вот такой исключительный случай. Вот, поэтому ничего страшного нету. Мы сейчас все опять закроем. Сейчас, девчонки, секундочку, подожди. И еще разок продолжаем. Вот, смотрите, он сейчас весь такой некрасивый, покоцанный, но мы его сейчас закроем. Этого, видно, вообще не будет. Потом, соответственно, под нашими лепесточками все это дело пропадет. Это некрасивая история. И все будет, как нам нужно, в лучшем виде. Пиончики, не забываем, это у нас великое на самом деле множество. Кто как их делает. Вот. Кто-то лепесточки друг за дружкой кладет, кто-то кладет в шахматном порядке. Тут уже как вам удобно. Очень аккуратно. Опять он у нас трясется. Сейчас я его немножко тут под низом добавила к нему, ему еще зефирной массы. И добавляю наши лепесточки. Старайтесь вот прям совсем низ не закрывать лепесточками, потому что, когда будете ставить в букет, это все будет не очень удобно, потому что эти лепестки могут просто обломиться. И сразу же после того, как вы его отсадили, начинайте красить. Вот, все, сейчас я довыдавила последнюю тут прям порцию. Придерживаю его снизу, чтобы он у нас, так как он хрупкий, шатается. Если вы видите, что где-то не хватило лепесточка, ничего страшного. Вот вы сейчас будете делать следующую порцию? Я прям даже после этого не в руки не беру ничего. Прям на месте сразу добавляю лепесток и подкрашиваю этот лепесточек отдельно. Все. Сейчас покажу вам, что у нас получилось, как у нас получилось. Очень хорошо на свежий зефир вот так получилось по итогу. Вот так. Хватается у нас краситель. Потом я вам сверху сниму. Я его просто хочу снять с гвоздика, а то он прям такой вещь шаткий. Так. Осталась масса. Сейчас, да. Закроем еще один. То есть, поняли, с нашим поворотом руки меняется и, соответственно, наше положение нашего носика по отношению к основанию, к вашему основанию. Очень у меня прям покрасили сильно руки, но красные бордовые красители, они имеют место вот именно к такому окрашиванию, очень сильному и яркому. Это первая нож. Немножко ставить. И точно так же закрываем тут по кругу. Если вы сделали очень высокое основание, ничего страшного, его потом всегда можно подрезать. Я иногда это делаю, если прям вижу, что очень высоко у меня получилось. Просто подрезаю, убираю. Ненужный мне вот этот вот. Ненужный мне... Господи, вся в зефире. Ненужный мне этот... Высоту. Просто беру ножик и подрезаю. Так, закрываю здесь. Сейчас сдавлю еще, ручку вытру. И открываю следующий лепесточек. Подтягиваем нашу зефирную массу. А то она у нас с вами ушла вот туда в конец. Поэтому, говорю, лучше подкручивать. Можете прижать. И заканчиваем наш пион. Потом окрашу, выложу все в нашу группу, как получилось. Пион вообще это такой цветок. Чем хаотичнее вы в него кладете лепесточки, тем симпатичнее он получается. В принципе, все. Этот у меня тоже готов. Хорошо его тонирую. Тонируйте со всех сторон. Если необходимо, вам вот сюда можете еще для пышности добавить. Но у меня массы просто нету. Я бы так бы и сделала. Еще бы добавила бы сюда лепестков. Но пока вот сколько есть. Сейчас там у меня, может быть, получится сделать маленьких бутонов. Сейчас посмотрю. Так как мы сюда и в молды залили. Или же сейчас я добавлю, наверное, все-таки лепесточки. Протру насадку. Насадку протерла. И вот в этот первый пион. У меня тут с одной стороны он немножко как бы кривоват. Добавлю сюда вот еще пару лепесточков. Что я и говорила. То есть, если вам, вы видите сверху, что вам чего-то не хватает. Ну и ничего страшного. Взяли, добавили. После того, как вы все отсадили. Вот такой он у нас, смотрите, получился. Вот он. Все. Добавил. Этот готов. И, возможно, сейчас я смогу сделать один маленький бутончик. Сейчас, если у меня массы хватит. Для бутончика вообще никаких тут сложных телодвижений не нужно. Вам нужно закинуть просто три лепесточка. Раз. Раз. Два. Вот если вы видите, что вот это вот немножко так насадка себе помогли. И вот так три. Все. Точно так же сразу окрашивайте. Здесь я хочу немножко зеленого сначала добавить. А потом уже припылить красным. Ну, в принципе, на этом вот так вот все. Можно вот здесь еще себе подровнять. Вот так вот. Чтобы он стал более таким круглым. Но на самом деле после стабилизации, когда он у вас подсохнет, я просто вот эту нижнюю часть вот так пальчиками прохожусь и придавливаю. В общем-то, девочки, я всем теперь... На этом все. Вот я сделала. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Задавайте, спрашивайте. Отвечу. Сто лет не видел, похож на пиановидную розу. Может быть, пиановидная роза. На самом деле, пионов очень много, великое множество и сортов, и оттенков. И пиановидная роза, и роза пиановидная, и какую хотите. Но пиановидная роза, она все-таки, они немножко поменьше размером. А так вот, с такой вот серединкой в букетах очень часто говорят, что это именно пионы. Вопросы у вас какие-то, может быть, девчонки, есть еще? По поводу молдов. Вот они все, смотрите, я вам еще раз покажу. Вот. Тоже самый зефир. Без всяких каких-то добавлений. Вот эти вот штучки, про которых я вам говорила, типа как лаванда, я вот такую беру потом вермишель. Крашу ее красителем напрямую, зеленым, например, да, чтобы стебелек изобразить. Вот так насаживаю и вот так вставляю в букеты. Все, отлично, тоже все держится. Секрет, чтобы вставить, как многие говорят, в пеноплекс не вставляется. Рядом стоящий цветочек, практикаешь аккуратно лепесток и все прекрасно держится в этом лепесточке. То есть не вставляйте его в пеноплекс. Вот эта штучка очень хрупкая, она ломается. А вот так, как я говорю, как я делаю, это просто в соседний лепесточек, там дырочка буквально миллиметровая, ее даже не будет видно. Вот. Здесь можно, кстати, так как у нас, в принципе, основной будет цвет красный, низушку тоже красным цветом подтонировать. Есть у меня еще другой зеленый, сейчас я его поищу, от облачка. Но вот он прям, называется зеленый лист, но он прям капец какой зеленый. То есть как бы прям зеленый-призеленый. Я вам сейчас покажу на основании, насколько он такого прям, смотрите, какого оттенка, прям практически черного. Не очень красивый цвет, мне не очень нравится, но иногда припыляю им. Так что, девочки, Инна, спасибо за интересный муко. Пожалуйста, не забываем про то, что рецепт я скину. Ссылочки на все наши сегодняшние молды тоже я скину, кому надо. Молды все дешевые, там, ну, в районе 400 рублей, то есть дорогих молдов у меня нет. И попозже скину уже в букете, который я буду собирать, скорее всего, 16-го числа, вот эти самые, то, что мы с вами сегодня делали. Все, пока-пока, девчонки. Субтитры сделал DimaTorzok